Не все любят стратегии, ведь они отнимают слишком много времени, но совсем недавно выпустили игру, которая изменит твой взгляд на этот жанр. Ты можешь построить могущественную империю, просто заглядывая в игру во время поиска матчей в доте. Бои здесь в стиле легендарных героев меча и магии, не играл в них, тогда самое время наверстать упущенное, тем более качать ничего не нужно, а ссылку ты найдешь в описании. Всем привет, с вами Иголинка, и это новый выпуск репортажей со дна. Как грамотно воспользоваться куполом вражеского войда? Какие ультимейты не стоит использовать в связке? Все это и многое другое вы узнаете из сегодняшнего выпуска. Приятного просмотра! И первый фейл начинается с того, что Лешак мирно пробегает мимо энчентов, однако тут на них вместе с виномайстером нападает боевая тактическая группа из четырех человек. И Войт ставит купол. Очень вовремя ставит купол Войт, и в итоге, благодаря такому своевременному куполу, все они вчетвером умирают. Я уж молчу про то, что он своим куполом прервал дуэль. Мало того, что он этот купол поставил криво, придавив трех своих тиммейтов, так более того, этот купол был абсолютно не нужен. Легионка бы просто убила его с помощью дуэля, еще бы и урон получила. Но нет, Войт, у которого даже нет умом, а судя по всему, решил, что он справится с этой задачей намного лучше. Сначала прекрасный купол в троих тиммейтов, а затем и сам разделяет их участь. Просто ультра килл от Лешрака. Переходим к следующему эпизоду. Силы света пытаются зайти на хайграунд, тут куча пауков бруды, пуш кидает какие-то хуки в никуда. Сзади стоит Магнус Блинко, он готовится впрыгнуть, впрыгивает, стягивает четверых, Энигма Блэк Холл. Но, к сожалению, враги уже уехали оттуда. Собственно, вот почему коммуникация в команде так важна. Если бы они хотя бы сказали в чат друг другу перед тем, как давать свои ульты, то такого бы не произошло. Это было бы просто минус 4 без всяких потерь буквально за пару секунд. А так слитые Блэк Холл да еще и одного тиммейта потеряли. Очередной замес, тут Эмбер Спирит убегает, пытается, на хуке улетает Твич Доктор. Эмбер юзает Ремнант и все, наконец-то он спасся, идет к Руне и, о господи, там руна регенерации, как же это здорово, теперь он сможет отрегенить с дороги и отправиться в таверну. Уж не знаю, специально ли Мерана кидала эту стрелу, но, по-моему, она просто промахнулась, потому что не сразу поняла, куда пошел Эмбер Спирит. Однако, я думаю, что после того, как стрела прилетела в цель, она заявила, что все так и было спланировано. Многоходовочка. А этот парень, в отличие от своего предшественника, знает, как правильно ставить купола. Итак, врыв, отличный купол в троих, и сейчас он кого-нибудь, может быть, убьет, хотя, конечно, уже навряд ли. И, в общем-то, будет хорошо, если даже он хотя бы просто уйдет живым, но, похоже, нет, даже это ему не суждено. Нет, мы, конечно, и до этого видели, как котел выталкивает из купола одного или двоих, но, господи, это же просто идеально, посмотрите, он вытолкнул вообще всех. Чем вообще руководствуются котлы, которые используют этот скилл на купола союзных воидов? Неужели они боятся, что враги прямо под куполом изнасилуют вайда? И, кстати, в отличие от телепортации, этот скилл нельзя отключить в настройках помощи. Поэтому, если, играя за вайда, вы поссоритесь с кипером, то до самого конца игры он сможет выталкивать врагов из-под вашего купола. И ничего вы с этим не поделаете. И, напоследок, у нас вот этот эпизод. Вы ведь прекрасно знаете, что некоторые ульты просто прекрасно сочетаются. Например, купол вайдая, поставленный рядом в Артвич Доктора. Либо, например, РП плюс Блэк Холл. Ну что уж, никак не сочетается, так это РП, данная после ульта Дивойера с Аганимом. Причем, если бы у него не было Аганима, то все было бы в порядке. Но новый тренд от Valve, который предполагает Аганима практически каждому герою, испортил ульт этому Магнусу. Впрочем, как и в случае с РП и Блэк Холлом, всего этого можно было избежать, если бы они просто сказали друг другу, что собираются дать ульту. Так что мораль сегодняшнего выпуска такова. Прежде чем давать ульту, кричите об этом в войс-чат. Если только вы не Темплар Ассасин, тогда это не обязательно. Ну вот, собственно, и все на сегодня. Если вам понравился сегодняшний выпуск, то обязательно поставьте лайк на Ютьюбе, ведь тогда новый выпуск выйдет намного быстрее. Делитесь этим видео со своими друзьями ВКонтакте и надеемся, что они тоже пришлют нам какие-нибудь фейлы. А может быть, вам и самим есть что прислать, тогда обязательно сделайте это по инструкции, которую вы сейчас видите на экране. Спасибо всем, кто присылал фейлы для этого выпуска, и в ожидании выпуска следующего можете глянуть новую серию Школа Дотеров. Ну а я с вами на этом прощаюсь, с вами был Игорь Линк, до встречи на дне примерно через неделю. Всем пока!